Добрый вечер! Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. Драматический, оперный, балетный, кукольный. Что первое приходит на ум после этих прилагательных? Конечно же, театр. Учитывая свою многовековую историю, театральные постановки не теряют актуальности и сегодня. Благодаря действию на сцене каждый может почувствовать атмосферу определенного отрезка времени, жизнь различных слоев населения и погрузиться в судьбы известных людей. Атмосфера театра всегда чарующая и загадочная. Свет софитов, красиво подобранные костюмы, движения, речь артистов, шифр в каждом движении и слове. А ведь для нас, зрителей, спектакль — это готовый продукт, результат работы команды. О том, как проходит подготовка к одной из самых ожидаемых премьер русского театра, спектаклю «Маскарад» мы поговорим сегодня с его режиссером Владимиром Грановым. Добрый вечер, Владимир Витальевич. Добрый вечер, Яна. Вы, оказывается, впервые в Якутии. Расскажите, пожалуйста, как вам наш регион? Что понравилось, что впечатлило, какие впечатления? Не замерзли? Нет, я не замерз, потому что жизненный опыт уже очень большой в этом отношении, потому что моя служба в армии проходила в Хабаровске, я изъездил весь Дальний Восток. А потом уже просто были гастроли всевозможные, когда я служил артистом. И я знаю, что такой минус 53 на своей шкуре вот это все испытал, а мы играли спектакли с греческой жизнью, и одеты были в шелковые хитончики и сандалики на босу ногу. Так что вкусили по полной программе. Так что ваши минус 47, когда я сюда приехал, они были для меня не неожиданностью, а вполне, так сказать, нормально. Мне очень понравилось в Якутске, я тут немножечко погулял. Вот очень приятный город, приятные люди, приятная зима. Изменился город? А я в нем не был. Я не могу сказать, изменился он или нет, потому что я-то был все-таки далековато отсюда, тысячи три километра, наверное, от Якутска. Но по сравнению с европейскими городами он ничуть не уступает. Потому что такое, знаете, мнение ходит, что Якутия далеко, значит, там это все дикое, там и так далее. Ничего подобного. Все замечательно. Здорово. Я очень рада, что вам понравился наш город. Ну, давайте поговорим про спектакль. Вот почему именно «Маскарад»? И как вообще режиссер выбирает материал для постановки? По зову сердца? Ну да, я выбираю по зову сердца, потому что меня волнует. И стараюсь разговаривать со зрителем о том, что вот у меня болит. Знаете, как был такой великий режиссер в России, в Советском Союзе, а потом уже и в России, Товстоногов Георгий Александрович в Питере, главный режиссер БДТ. Вот он написал книжку замечательную «Зеркало сцены». И там есть такая фраза «Какую телеграмму-молнию вы сегодня посылаете в зрительный зал?» То есть должно быть вот это желание поделиться со зрителем тем, что тебя волнует. А «Маскарад» меня волновал уже очень давно, уже лет 15 я вот это вот все там вынашивал, эту постановку, потому что тема, которую я для себя открыл в «Маскараде», это гордыня, это смертный грех. И вот эта гордыня убила вот эту совершенно чистую невинную девочку Нину. Потому что у всех есть свое эго, и каждый хочет это эго как бы реализовать, удовлетворить через другого человека. Понимаете? И вот у каждого персонажа, если внимательно посмотреть, они все подвержены вот этому пороку. И Орленин, и Звездить, и Штраль. Все абсолютно, без исключения. И вот об этом хотелось поговорить в этой постановке. Насколько это получилось, приходите, посмотрите, как мы это все попытались реализовать. И, конечно же, я очень сильно сократил текст, потому что у Лермонтова в его пьесе там очень много мистического начала. Даже в именах, в фамилиях заложены уже определенные символы, которые надо знать. Там очень много вот такого, знаете, бесовского, какого-то дьявольского вот этого. Пьеса же была долгое время запрещена. И при жизни Лермонтова она так и не увидела свет на сцене. Потому что свет, тот свет, он был очень обижен на Лермонтова за то, что он показал свет вот в маскараде. И он, как сказать, расшифровал, что такое маскарад. Маска – это без души, без тела, без ничего. Без души есть только тело. То есть, когда ты маску одеваешь, ты можешь делать все, что хочешь. Все запреты сняты. Это не ты. Это не ты, это маска. И поэтому там творилось вот это вот все безобразие. И свет на это был очень обижен на Лермонтова. Вот именно за это. Ну вот, приходите, посмотрите, что у нас получилось. Ну, а как вы сработали с труппой нашего драматического театра? Как вам коллеги? Как успехи в работе? Замечательные коллеги. Мне очень комфортно работать. Я сам как бы из артистов вышел в эту профессию режиссерскую. И артистов очень люблю. Вообще очень люблю эту профессию, этих ненормальных людей. Почему ненормальных? Потому что, понимаете, артист, у него все равно должна быть возбудимая психика. Если ее не будет, он не будет артистом никогда. У него просто не получится. Это вот такой... Такая особенность профессии, да? Должна быть, да, конечно. Если ее нет, этой особенности, то вряд ли что-то получится. Ну, а как в плане профессионализма, как можете отметить? Похвалите наши... Я же смотрю спектакли еще. На меня очень большое впечатление произвел, например, спектакль «Сорванец». Очень классная работа во всех отношениях. И актерском, и режиссерском. Замечательные работы, очень черные. Труппа прекрасно работает, я серьезно говорю. Мне очень нравится. Другое дело, что она как бы недокомплектована. То есть там нет такого прям мужского старшего поколения. Там какого-то нет романтического героя. Там 60 лет, там 60 плюс, да? Вот сейчас молодежь вольется в театр. Вот с этого года приедут ребята, которые учатся в Москве. Они как-то омолодят труппу. А вот этого возраста в театре нет. И уже это все, как вам сказать, срезает определенный репертуар, который можно ставить, имея вот этих артистов. То есть ограничивает, да? Да, ограничивает немножечко, да. Вот тут, но это проблема не только якутского театра, это проблема многих театров. Вот такие вот возрастные, стабильные, хорошие вот такие вот артисты-герои. А объяснение тому есть какое-то вообще логическое? Почему их нет? Ну вот у нас в театре в Вологде был такой актер замечательный, 70-летний Владимир Танегин, царство небесное, недавно умер. Понимаете? Будем надеяться, что все-таки появится у нас. Ну, подрастут. Постарятся, да? Да. Ну, вернусь к маскараду. Как вы относитесь к тому, что спектакль с таким названием уже ставили у нас в Якутске 50 лет назад? И на тот момент он имел большой успех, вообще понравился очень сильно зрителям, и они его полюбили. Вот как вы думаете, сможете повторить вы этот успех успешный? Вы знаете, какая история, Ян? Никогда не думаешь о том, что будет успех или не успех, ты всегда стараешься реализовать то, что сложилось у тебя в голове. Вот какое кино сформировалось по поводу этой пьесы, какая музыка, какое кино, костюмы, сценография и так далее. Я снимаю фильм сначала в голове, потом я в этот фильм уже, я его заселяю уже артистами живыми и так далее, и так далее. Вот, поэтому, вы знаете, потом 50 лет назад были совсем другие ритмы жизни, был совсем другой поток информации. Сейчас ведь это лавина информации, которая на нас обрушивается со всех сторон, и в этой информации мы пытаемся как-то сориентироваться быстро. Поэтому у нас очень часто какие-то события, которые происходят вокруг нас, они нас выбивают, сбивают, переводят на что-то другое и так далее. Поэтому ставить, допустим, маскарад, который, если его поставить так вот реально, он будет идти часов в пять, это сейчас нецелесообразно. Это никто не будет столько смотреть. Поэтому сравнивать спектакль, который там был поставлен 50 лет назад, и сегодняшний, это немножко некорректно, потому что это все другое. Понимаете, есть же шикарный фильм совершенно, на маскарад с Мордвиновым в главной роли, с Николаем Мордвиновым, который потрясающе играл Арбенина. Но сейчас это смотрится, знаете, как такая архаика легкая, потому что жизнь поменялась, ритмы поменялись, оценки поменялись, мы поменялись. И мы уже на это смотрим как на такой, знаете, немножко театральный такой вот фильм, чуть-чуть перенасыщенный там чем-то. Понимаете? А мы же сейчас привыкли уже к кино, телевидению, вот это все у нас перед глазами. Идут какие-то сериалы всевозможные. И есть определенный способ уже актерской игры, который как бы немножко захватывает и театр, и немножко переносится на театр. И если мы сейчас будем играть так, как играли 50 лет назад, например, какие-то классические постановки, то зритель скажет, вы что, ребята? Это не то, что они же... Это не то. Нет, конечно, были великие артисты, которые потрясающе все это делали. Например, молодой Анатолий Васильев в Амхате в свое время поставил соло для часов с боем, где были великие мхатовцы. Андровская, там был Пруткин, Грибов. Великолепные совершенно народные артисты Советского Союза, которые... Они прошли и через кино, и через театр, и они сохранили вот эту естественную органику человеческую, да, свойственную тому времени. Но их смотришь и сейчас с восторгом просто. Но это были великие мастера своего дела актерского. А сейчас все-таки время поменялось, и мы сейчас уже, ну, как... Мы сейчас не можем уже вот так вот ставить. Сейчас театр перестал быть, как вам сказать, вербальным театром. Сейчас в театре ищутся форумы зрелищные, да? Мы же не говорим, я был в драматическом театре, и я слушал спектакль. Да, смотрел. Я смотрел спектакль. Мы про оперу говорим, я слушал оперу, но смотрел спектакль. Вот этот визуальный ряд, форма, вот она для нас очень важна. Вы как раз являетесь специалистом по пластике. Я хотела спросить о том, как вы хотите реализовать свои задумки вот в спектакле «Маскарад» именно с этой точки зрения. Что вы будете вкладывать в эту пластичность, движение актеров? Вот, может быть, зрителю, когда мы будем смотреть спектакль, на что-то обратить особое внимание? Может, какие-то посылы будут в этом именно? Да, вы знаете, мне как-то не очень хочется сейчас объяснять, какие там посылы. Мне хотелось бы, чтобы все это было несколько неожиданно для зрителя, который придет в театр. Но, да, движения там будет много достаточно. Много и будут такие эпизоды, которые пластические, именно пластические решены, которые будут давать определенный посыл в зрительный зал и определенную, как я надеюсь, вызывать очень точную эмоцию у зрительного зала именно с помощью движения. Вот мы с вами говорили о времени и о своевременности в какой-то степени. Вот как вы считаете, почему произведения, написанные 100, 200, 300 лет назад, до сих пор являются актуальными? Почему они не теряют, как сказать, своей изюминки в современном мире? Вы понимаете, Ян, потому что они не конъюнктурные. Они вне времени и пространства? Они вне времени, потому что они поднимают все вопросы, которые каждое поколение ставит перед собой. И понимаете, вот эти классические произведения, они настолько богаты своим содержанием и проблемами определенными, которые каждое поколение может доставать из одного и того же произведения то одно, то другое. Кому что ближе, да? Кому что ближе. Кому что ближе, да. Я вот в свое время ставил Ромео и Джульетту. Но у Шекспира это рок, это судьба, которая их ведет. И Анатолий Фрос, он именно так и ставил свой спектакль, знаменитый на Малой Бронной, где они вообще все в белом там были, они были несколько трешенные такие, потому что вот судьба, вот рок. А я ставил про другое Ромео и Джульетту, потому что там есть, я нашел там три любовные линии. Это Ромео и Джульетта, это кормивица и Петр, слуга в доме Капулетти, и это сам Капулетти и его служанка-любовница. Потому что я уцепился там за одну фразу, когда его жена ему говорит, мадам Капулетти, что а вам бы все по девичьим таскаться, так я туда вас больше не пущу. И влепляет она ему пощечину у меня. И я не ставил никакого вопроса, я просто как бы показал, вот есть такие три линии, ребята, а вы выбирайте, вот что такое настоящая любовь. Вот это кормилица с Петром, такая вот достаточно физиологическая любовь, или любовь за день и ночь которой можно жизнь отдать. И легко отдать, причем они у меня умирают, не трагически, они умирают у меня светло, потому что я вот сейчас себя убью, а эта дверь откроется, а там меня ждет Джульетта за дверью. Понимаете? Поэтому я говорю, вот каждое время, а оно в какой-то новый вопрос поднимает из классики. И мы можем очень многому оттуда учиться. Почему такой большой интерес еще к античной драматургии? Потому что там то же самое. Там вопросы, там сестры, муж и жена, отец, сын. Вот эти все вопросы, они вечные, они всегда будут. Они будут всегда. Пока есть люди, да? Пока есть люди, конечно. И в этом заключается их, вот такая вот, как сказать, вечность этих пьес. В этом и красота заключается. В этом и красота, конечно. И красота заключается в том, что они все время ставятся по-другому. Под каким углом ни взгляни, все время можно что-то интересное и свое найти. Конечно, в том-то и дело, поговорить со зрителем о чем-то своем наболевшем с помощью вот этого, не искажая вот этого текста, не искажая, понимаете? Не обязательно переодевать. Я вот никогда не переодеваю артистов в современную одежду. Мне это неинтересно. Ну и что, я одену сейчас их в современную одежду. И скажу, вот, ребята, это про нас. Зачем? Они должны в теме быть, в того вопроса, который мы хотим поднять в этой пьесе. И тогда они в этих, в исторических костюмах будут все равно разговаривать со зрителями на современном языке, на современную тему. И это даже интереснее будет, чем если бы я их переодел в современные одежды какие-то. Хотя, бывают, вот, например, такой режиссер, Роберт Стуруа, грузинский режиссер, он ставил Ричарда Третьего в свое время. Это был гениальный совершенно спектакль. Гениальный спектакль о фашизме. Была такая вот история интересная очень. И он одел всю свиту Ричарда Третьего и его самого в такие длинные черные плащи, такие, знаете, вот, гестапо, СС носила. А толпа народа стояла там. Ричард речь перед толпой народа ведет. А толпа стоит зонтиками, потому что дождик начинается. И вот эти черные плащи, пока Ричард говорит, они медленно ходили в толпе, отбирали у всех зонтики и носили их туда, на трибуну. И в конце этой речи все стояли под зонтиками на трибуне, а, значит, все жители, зрители стояли с поднятыми воротничками и мокли. Вот одно такое пластическое решение монолога Ричарда Третьего, оно уже сразу говорит о многом, понимаете? И вот он специально одел их именно вот в кожанке, вот в эти, чтобы это было как бы еще острее и более понятно. Интересный прием. Да, очень интересный. Но, понимаете, этим приемом надо пользоваться очень ограниченно и умело, да. Потому что как-то один из критиков лет, наверное, так 12 назад сказал, что скоро будет авангардом сыграть спектакль в исторических костюмах, не переодевая артистов в современной одежде. Ну вот порой говорят, не знаю, зрители, люди в интернете пишут о том, что режиссеры слишком увлекаются и ставят спектакли на основе классики, но уже такие суперсовременные. Вот где и в чем кроется эта тонкая грань? Вот где не переступить этот порог? Ян, вы понимаете, какая история? Дело в том, что сейчас вот в современной режиссуре, и не только в российской режиссуре современной, а в режиссуре европейской, я очень много времени там провел, и ставил спектакли, и с артистами работал, и мастер-класс всякий проводил. Дело в том, что сейчас режиссеры, как вам сказать, для них важно не раскрыть произведение, не поговорить со зрителем на какую-то волнующую его режиссера тему, а мотивация другая. Посмотрите, я какой. Вот посмотрите, как я умею. Какой я необычный. Выпендриться, да. Какой я нестандартный. Конечно, да, я вот так вот сейчас могу. Вот посмотрите, я какой. То есть идет такое самолюбование в режиссуре. Но это же неправильно. Это неправильно. Нужно же ориентироваться на зрителя. Это не имеет отношения к искусству. Понимаете, какая штука. В любом случае, я все равно выражаю какие-то мысли. Художник пишет картину. Он же не думает о том, я сейчас напишу, а мне там одну премию, другую премию, там вообще все скажут, какой я там и так далее. Он пишет, потому что он хочет. У него есть мотивация вот эта. Я это хочу, мне это хочется, мне это нравится. Я это люблю, я это делаю. А здесь иногда перехлестывает мотивация вот эта. Пусть все увидят, какой я гениальный, талантливый. Я могу вот так вот, я могу вот так вот и вот так вот. Понимаете? С этим как-то можно бороться? И вообще стоит ли? Да бороться на самом деле... Понимаете, зритель все равно ногами голосует за спектакль. Вот и все. Поэтому что бороться? Запрещать. Какой смысл запрещать? Ну, они повзрослеют. Но кто-то не повзрослеет, так и останется. Он как Богомолов, да. Кто-то повзрослеет, перейдет уже в какую-то, в другую стадию жизненной мудрости. Вот. А кто-то нет. Ну, все мы разные. Как Михаил Михайлович Жванецкий говорил, много нас на все хватает. Понимаете? Так и здесь. Ну, зачем? А сколько требуется времени для того, чтобы поставить спектакль? Вот от идеи до воплощения? Это тоже вопрос, знаете, интересный очень. Как пойдет? Никогда нет. Конечно, у нас в нашем театральном производстве существуют, конечно, сроки. Да, которые мы устанавливаем, мы в них пытаемся влезть. И это трудно достаточно. Но я считаю, что предварительная подготовка, вот предварительная подготовка, когда ты спектакль вынашиваешь, когда ты думаешь, когда ты со сценографом разговариваешь, когда ты пьесу уже 50 раз прочитал, уже наизусть все знаешь, уже с ней поработал, уже там что-то сократил, там как-то что-то сделал, то тогда, конечно, все это идет легче. Есть режиссеры, которые, например, приходят на репетицию, у них уже на бумажке все мизансцены разрисованы, и он уже эту сцену ставит, прям вот шаг вправо, шаг влево, расстрел. Есть режиссеры, которые приходят и говорят, ну, давайте, сыграйте мне что-нибудь, а я посмотрю, значит, и решу, как там, чего. Понимаете, есть режиссеры, которые знают, что делают, но вдруг артист предлагает что-то интереснее, чем вот я придумал. Я говорю, да-да, давай вот так, замечательно, здорово. Это укладывается в тот замысел, который бродит там во мне. А ты придумал лучше, здорово, замечательно. Но сроки, сроки бывают разные, да. А вы слушаете артистов, когда они вам что-то предлагают, принимаете их позиции? Ну, конечно, а как же, если она совпадает с той идеей, которую хочется воплотить. А идеи я стараюсь рассказать на первой читке, вот про что меня волнует, про что я хочу ставить. И я уже потом репетицию выстраиваю так, что они начинают входить в этот рисунок. И, конечно, если они предлагают что-то интересное, я никогда не отказываюсь. А как вы считаете, стоит ли зрителям готовиться к спектаклю? То есть понятно, что команды готовятся, а вот зрители, например, стоит ли прочитать произведение классическое перед тем, как ты идешь на спектакль? Ну, это тоже, понимаете, как хотите. Хотите, прочитайте, хотите, нет. Но вот, смотрите, вот я, допустим, открываю Шекспира, да, и я хочу прочитать Ромео и Джульетту, да, я поставил себе там чашечку кофе, что-нибудь вкусненькое положил рядышком, да, свет включил такой удобный, для меня очень такой удобный. И я, значит, с наслаждением читаю, но я же читаю не просто буквы там читаю, у меня же образы рождаются, у меня какое-то свое кино, да. И вдруг я вижу там анонс идет по телевидению, что вот Ромео и Джульетта сейчас выходит, премьера. И я так думаю, а как они? А что они увидели? А про что они? Я знаю Ромео и Джульетту, но мне интересно. Я вот так вот себе это представил. А как они? И я уже бегу туда и смотрю, и соглашаюсь или не соглашаюсь, и получаю удовольствие, или оно меня, это произведение, этот спектакль оставляет равнодушным, или я ухожу, что это не мое, мне не понравилось. Такие варианты же нормальные, правильно? Поэтому, а можно и не читать, а прийти и посмотреть, а потом прочитать. Да, и такие варианты тоже есть. То есть, когда театр заинтересовывает, заставляет человека взять книжку и прочитать, и сравнить вот это все, и найти там еще что-то свое. Но это в том случае, если спектакль зрителя взволновал, он как-то затронул его. Потому что ведь, понимаете, любое произведение искусств, будь то литература, музыка, живопись, театр, кино и так далее, оно все равно воздействует на зрителя прежде всего эмоционально. Вот прежде всего должна быть эмоция. А потом уже зритель или читатель, или слушатель начинает думать, а что я так, у меня мурашки там бегали, я там плакал, или там смеялся. Что это такое со мной было? Почему? И я начинаю тогда раскручивать, я начинаю думать. У меня включается мозг через эмоцию. И вот когда вот это получается у театра воздействовать эмоционально на зрителя, и он потом возвращается к первоисточнику и начинает уже осмысливать вот эту литературную основу с точки зрения спектакля и сравнивать. Так это же здорово. А вот как вы считаете, кто такой благодарный зритель? Вряд ли, наверное, это тот, кто несет огромный букет. То есть в этом же должно быть что-то особенное, скрыто. Вы знаете, мне трудно сказать, что такой благодарный зритель. Потому что зритель будет благодарить тогда, когда вы в него попали. А когда вы в него не попали, странно с него спрашивать какую-то благодарность. Благодарный зритель – это тот зритель, которого театр вырастил в своем городе, который любит этот театр, верит этому театру и ходит в этот театр с удовольствием. Но эту работу должен проводить театр, вот эту работу со зрителем, и воспитывать своего зрителя, выращивать его, понимаете? Своими постановками, своими спектаклями. И если вы в него попадаете, он будет вас благодарить. А если вы в него не попадаете, ну и чего тогда требовать от зрителя? Вот вы часть своей жизни посвятили преподавательской деятельности. Вот расскажите, насколько это увлекательный процесс для вас? И вообще, какие особенности в этом деле есть? Взращивать людей творческих? Вы знаете, это совсем другая профессия, вообще другая профессия. Меня как-то так вот затянуло из актерства туда, потому что я, служа в театре, меня приглашали уже преподавать. И я, так сказать, начал это все делать достаточно серьезно, а потом уже встал выбор между театром и преподаванием. А выбор это сложный, достаточно сложный. Мы когда-то работали у Дружинины, у Светланы, на своей каскадерской группе. Мы работали на «Тайнах дворцовых переворотов», такой сериал у нее был. А Николай Петрович Караченцев там играл Петра. А я в это время уже работал в Афгике, преподавал в Афгике. И наша декан, она попросила, подойдите к Караченцеву, спросите, не хочет он курс набрать у нас в Афгике. Потому что там мастера все время меняются. Это не как в ГИТИ, если там курс выпустил, новый набрал. А в Афгике часто очень меняются мастера. И мы с моим товарищем подошли, и Николай Петрович вот такая история. Не хотите ли? Он сказал, нет, ребята, чтобы преподавать, я должен бросить все. Кино, театр, телевидение, все бросить. И только преподавать. Потому что это колоссальная ответственность за судьбы тех ребят, которых я наберу. Я не смогу халтурить. Понимаете? И вот курс Георгия Тараторкина, на котором мне посчастливилось работать, вот он как раз занимался, он там до часа ночи с ними сидел, эти разборы полетов, обсуждение показов. Он ходил на все зачеты, на все экзамены, все смотрел, все обсуждал, с педагогами курса все время общался и так далее. Это вообще другая история педагогика. Понимаете? Очень ответственная и жутко увлекательная. Жутко увлекательная. Потому что, когда на твоих глазах вдруг начинает вот это все превращаться в актера, вот эти ребятишки, которые прошли этот страшный конкурс, и вот они начинают, начинают, начинают на твоих глазах выходить, а потом становятся уже там, вот как мои ученики, там Аня Михалкова, там Нельчка Уварова, Володя Довиченков, Андрюша Мерзеликин, которым ты вот руку приложил, и они становятся уже такими вот артистами, такими звездами, то это как раз приносит очень большое удовлетворение тебе, как педагогу. Это несравнимые вещи, понимаете? Вот когда ты на сцене работаешь, это одно. Когда ты выходишь на другую сцену, на педагогическую, это все равно сцена, то там это другое, там другие процессы какие-то происходят. Ты для них уже как папа, мама, я не знаю. Семья. Семья, да. Ты за них несешь ответственность. На сцене я за себя несу ответственность, когда я артист. А здесь я за них несу. Они мои уже. Они меня уже волнуют. Я за них переживаю, там ночь не сплю. Как помочь там, и как вообще вытащить человека на его уровень, который в нем там потенциально заложен, а он еще не может его там раскрыть. Это очень интересно, очень увлекательно, но это совсем другая история. А как вы относитесь к существованию актерских кружков? Вот давайте я вам пример приведу. Я жила в другом городе и училась там. У меня есть подруга, которая ходила в такой кружок. Они ставили очень интересные спектакли. Всегда все это показывалось в Доме культуры. Мы всегда ходили с удовольствием. Все было прям очень ровно и гладко. Но она сейчас вспоминает все это время с каким-то стрессом и ужасом. Она говорит, нас так ругали. Мы все время, говорит, вот так по струнке ходили. И как бы, и мое мнение как зрителя, и ее мнение как участника совершенно противоположны. Как вообще должно это быть организовано? То есть вы говорите про семью, когда вы воспитываете актеров. А там вот их прям держали в ежовых рукавицах. Ян, вы понимаете, у меня глубокое убеждение. Люди все разные. На кого-то надо гавкнуть, чтобы он, а кому-то наоборот надо обнять, поцеловать. Понимаете? Похвалить. Но я вот и с артистами тоже мы общались. Я сказал, что в негативе творчество рождаться не может. Творчество должно рождаться в позитиве. И меня всегда волнует вот этот аспект. Атмосфера во время репетиции должна быть позитивной. Мы играем. Понимаете? Это же игра актера. А играют дети. Правильно? И вот артисты должны вот эту веру в предлагаемые обстоятельства перетащить из детства на взрослую жизнь. И они должны играть. Они должны быть в игре. А игра, это, извините, эта эмоция все-таки позитивная должна быть, чтобы играть. А когда на детей начинают кричать и как-то их там... Мне это... Не близко. Не близко. Ну вот мне тоже. Не близко. Ну, я говорю еще раз. Люди разные есть. На кого-то надо гавкнуть. Понимаете? А кого-то надо вот обнять, поцеловать. Ну вот сейчас скоро начнутся уже выпускные экзамены. Ребята готовятся. Вот какой бы вы совет дали тем, кто хочет поступить в театральное училище? Ребят, прежде всего надо вот взять себя за голову руками, закрыть глаза и подумать. Вот если я этим заниматься не буду, то есть я буду терпеть, мучиться, страдать, но откажусь от этой профессии, вообще вот смогу отказаться, тогда ей лучше не заниматься. А если вот вы чувствуете, что вот если я этим заниматься не буду, я все, я лягу и умру. Не смогу я без этого жить. Тогда давайте вперед. Тогда готовьтесь, рвитесь туда, поступайте. Не с первого раза не получится, со второго. Вот Федор Добронравов, которого я знаю там еще тысячу лет, там с 80-х годов, и мы до сих пор дружим, он пять раз поступал и не мог поступить. А теперь его вся страна знает. Конечно. Он мне говорит, мне 25 лет, я иду по Арбату и плачу, потому что я пятый раз подряд слетел в щуки. И поступил в Воронеж. И вот с Воронежа мы с ним как раз и вот там мы познакомились и дружим и так далее. Понимаете как? Вот Воронежский институт, он закончил, замечательный педагог у него был. А потом уже показался Райкину, работал в Воронеже, потом Райкину показался, переехал уже в Сатирикон и дальше пошла вот его карьера Федькина развиваться. Получается, что у тебя должна быть харизма, хорошее, большое, доброе желание. Должно, я вот говорю, вот если ты вот скажешь, если я этим заниматься не буду, все, сдохну. Вот тогда надо этим заниматься. И биться, и биться, и вот и в это дело идти. Обязательно идти. И добиваться этого. А как вы считаете, есть ли цензура в вашем деле? Ну вот театральном. И вообще нужна ли она? Вот у меня есть моя собственная цензура, например. Я не терплю мата на сцене, например, там и в кино. Я сразу все выключаю, мне это становится сразу неинтересно. Понимаете? Вот у меня есть моя цензура. То, что касается театра, там. Я еще раз говорю, зритель должен быть цензурой. Вот зритель пойдет или не пойдет? Вот ему это надо или ему это не надо? Есть сейчас, конечно, и это пришло из европейского театра, на самом деле, к нам в страну, шокировать зрителя. Вот надо зрителя шокировать обязательно, чтобы он вздрогнул. Понимаете? А зрителю это надо? Вопрос, да? Вот а зрителю это надо и кому-то надо. Понимаете? Вот кто-то ходит на такое. Я вот был в Бразилии на театральном фестивале международном. Меня приглашали там мастер-классы провести. И там один из бразильских театров, вот они там устроили что-то такое, знаете, типа голые вечеринки. Вот. Но устроили это все вот прям в таком, знаете, как балагане, типа цирка, когда зрители стояли по кругу, они, значит, в середине пытались что-то вот это вот разыграть там с кнутами какими-то, плетками там, обнажением и так далее, и так далее. Но я повернулся и ушел, потому что мне это было неинтересно. Смотрю, тоже какие-то люди просто взяли и ушли оттуда. А кому-то это прям до зарезу надо было. Кто-то на это смотрел. Но зритель сам выбирает, на что ему идти, а на что ему не идти. А цензуру вводить, ну, не знаю, насколько это целесообразно. Может быть и надо. Пусть Министерство культуры решает. Это не в моей компетенции. Ну, хотела бы вас попросить дать совет или пожелание нашим телезрителям. Что бы вы хотели сказать нашим якутианам? Ребята, давайте жить дружно. Вот это самый большой совет. Любить друг друга, уважать, ценить. Не говорить друг другу, ты дурак, потому что у нас в стране не все дураки. Вот. Любить искусство, ходить в театр, слушать хорошую музыку и вообще думать позитивно о той жизни, в которой, в той непростой жизни, в которой мы сейчас все живем. Но надо жить все равно в позитиве и думать позитивно. Благодарю вас за интересную и содержательную беседу. Спасибо вам, Яна. Желаю вам творческих успехов. На этом выпуск нашей программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19.15. Расскажем обо всем в деталях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова